Друзья, всем привет! Сегодня в видео я решила показать вам ассортимент Catrice, обновленный ассортимент, и здесь будет очень много интересных продуктов, и я хочу сказать, что я купила далеко не все, что вышло, и, скорее всего, буду докупать, потому что еще кое-что не появилось, иногда оттенки раскуплены, и поэтому в ближайших видео вы также увидите новые продукты, но чуть попозже. Но сегодня тоже будет, знаете ли, немало. Начну я с того, пожалуй, что распродавали, естественно, старый ассортимент, естественно, не все, но часть, и я купила, например, вот этот вот хайлайтер, это старый ассортимент, я так понимаю, его снимают с производства, поэтому его больше нельзя будет купить, когда он будет распродан. Итак, этот хайлайтер называется Glow Lover Oil Infused Highlighter. В свое время у них было много оттенков, ну, оттенка, наверное, 4 у них точно было, и в лимитке как-то выходило, или это было просто недолгое время, самый холодный такой фиолетовый оттенок. Этот оттенок называется 010 Glowing Peony. Не знаю, как правильно читается. В общем, вот такой вот холодный, красивый, розоватый цвет. Я уже с момента, как его купила, прошло несколько недель, очень много им пользовалась. Действительно, очень хороший, но упаковка дешевенькая, могли бы и, значит, более качественную упаковку сделать. Ну, в общем, да, вот такой вот хайлайтер я приобрела на скидках, не помню, по-моему, то ли за 3 евро, ну, где-то так. Еще приобрела, но это не снимается с производства, кстати, вот такой вот праймер. Праймер 10 в 1, 30 мл. Почему купила? Потому что я люблю праймеры от Catrice, и этот праймер из серии подсвечивающих, поэтому решила очередной праймер от Catrice взять. Он был не на скидках, еще раз повторюсь, но почему-то вот просто мне захотелось. Хотя у них новенький праймер тоже вышел, по-моему, с витамином С. Этот праймер такого бежевого цвета на лице, естественно, никакого оттенка не дает. Дает легкое подсвечивание, увлажнение, достаточно хороший базовый праймер. И если вы ищете всегда что-то в бюджетной косметике из праймеров, я очень часто советую присмотреться к праймерам от Catrice. Стоят они порядка 6 евро на данный момент, раньше стоили еще дешевле, но, в общем-то, с поддорожанием цен около 6 евро стоят праймеры. И действительно очень достойный вариант на каждый день, и даже не только на каждый день. У них есть праймеры, которые продлевают стойкость тонального крема, то есть вы не так быстро блестеть начинаете, и тональный не сползает. Я уже об этом говорила, как ни странно, но такой бюджетный праймер работает. Окей, теперь поехали на новые продукты. Вышел у них очень интересный продукт, который, я считаю, полный закос под Шарлот Тилбери. Это, конечно же, и знаменитый Hollywood Flawless Filter, по-моему, так он называется. Catrice это называется Soft Glam Filter Fluid Glow Booster. У меня оттенок, вот снимаю этикетки, у меня оттенок 0,10 Fairlight, по-моему, вышло 2, если не ошибаюсь, вышло 2 оттенка. Я взяла себе который посветлее, потому что в любом случае наношу его на праймер или же как праймер под тон. Можно его наносить и сверху тонального, как хайлайтер, как легкий такой хайлайтер. То есть в нем не содержится никаких блесток, но если вы нанесете его на все лицо, то у вас лицо будет блестеть, потому что он отражает. В общем, 30 мл. Упаковка стеклянная, стоит порядка 8 евро, мне кажется. У него такая же тут спонж, кисточка-спонж, в общем, такая вот большая губка, как у Charlotte Tilbury, ну, может быть, поменьше, но смысл, в общем-то, тот же, поэтому я и говорю. И он подсвечивает, то есть сначала вы его наносите, он такой бежевый кажется, но разносится и он подсвечивает, увлажняет и действительно очень красиво смотрится на лице. Не подойдет, конечно, жирной коже, но он дает красивый влажный эффект. И под тональный крем мне такое очень даже нравится. Но тональный крем нужно выбирать более, либо естественный, либо более матовый финиш, потому что средство сияющее и, соответственно, логично, что если вы нанесете сияющий еще и тональный, и у вас, например, так и комбинированная кожа, то, вероятно, будет блестеть лицо. А так, в целом, средство понравилось. Действительно, считаю, хороший, может быть, аналог, но я не пробовала Charlotte Tilbury. Нет, я, по-моему, пробовала, но сейчас не буду сравнивать, и явно они чем-то отличаются, ну, как по мне так. Но средство само по себе, если мы будем его брать, а не сравнивать с более дорогими люксовыми продуктами, средство хорошее, работает как праймер. Если вы не любите такое сияющее лицо, используйте просто как хайлайтер, потому что сейчас буду показывать дальше кремовые продукты новые от Catrice. И вот эту вот, вот эту штуку можно использовать как деликатный хайлайтер на каждый день идеально. Следующее средство. Я увидела первые промо-фотографии нового ассортимента Catrice, и я сразу сказала, что вот эту штуку я буду брать. Говорю сейчас о кремовом бронзере, который называется Melted Sun Cream Bronzer. 9 граммов здесь, и оттенок у меня 0,20, Beach Baby. По-моему, у них 3 или 4 оттенка вышло, я точно не помню. Точно 20, и точно, по-моему, 40 я видела. В общем, не буду врать, сколько оттенков вышло, у меня оттенок 0,20. Удобное исполнение, что у него обычная такая пластиковая упаковка, и удобная большая площадь, чтобы наносить кистью любых размеров. Что хочу сказать, этот бронзер мне очень сильно понравился, и я пользуюсь им, и сегодня он тоже на мне. У него очень удачно кремово-гелевая текстура, которая не оставляет никаких пятен, можно его хорошо растушевать. В общем, я была приятно удивлена, но, как по мне, так его лучше закреплять. То есть он не фиксируется так хорошо, как, например, Charlotte Tilbury, кремовая вот эта шайба, она более фиксирующаяся. Это все-таки не такой стойкий продукт, но, тем не менее, хорошо разносится, дает красивый эффект. Вы можете использовать более светлые оттенки, например, как контур. Вот это более темный тоже можно как контур использовать, но он не супер холодный. Понравилась у него текстура, вот кремово-гелевая, но немножко еще такая муссовая. Из-за этого он очень хорошо распределяется и ложится тонким слоем на кожу. Понравилась. Действительно. Второй кремовый продукт это стик, который называется Magic Shaper Contour and Glow Stick. У меня оттенок 020 Medium. Более светлый оттенок, 10-й, он в более серый уходит, именно оттенок контура. Поэтому, если вам более серый нужен, вы знаете, какой оттенок вам теперь нужен. Оттенок 20-й. Достаточно хороший, красивый, похожий на вот этот вот, на шайбу, вот эту вот от Catrice, также бронзер. Но, что мне не очень понравилось, и даже еще не поняла, это то ли минус, то ли это плюс, это то, что этот продукт более густой, его сложнее набирать, чем, например, вот этот. У него не такое легкое распределение, я вам хочу сказать, поэтому я бы не стала, наверное, наносить вот так вот из стика прямо на лицо. Я бы либо разогрела это на руке, либо наносила бы кистью со стикой, тогда только на лицо. Здесь 9 граммов, я так понимаю, 4,5 на скульптуре, 4,5 на хайлайтер. Но, что касается вот именно текстуры в этом стике, мне бы лично хотелось ее помягче. То есть здесь достаточно твердая текстура, но ее легко наносить в целом. Но я имею в виду, что само сравнение, что хотелось бы более мягкой текстуры, чтобы наносить это без труда. А все-таки приходится иногда даже, знаете, так нажимать, и эта текстура, она не скользит по лицу, если вы будете носить из стика. Поэтому, да, ну, на любителя, так сказать, текстура. Что касается хайлайтера, хайлайтер такого более желтовато-шампанского оттенка, и тоже у него вот эта вот проблема, что он такой немножко тугой. Вот так вот, наверное, вот это, наверное, самое лучшее объяснение текстуры, описание текстуры. Немножко такой он тугой. Но сами продукты очень красивые. Не видно их на лице, то есть не видно. Я имею в виду, что кремовую текстуру можно нанести так легко, что не будет вот видно какой-то там запудренности кожи или перегруженности. Не будет такого эффекта. Ну, естественно, нанести, если в меру. Понравился. Но повторять, например, я бы не стала. Вот это бы средство я бы, наверное, повторила, если бы у меня когда-то оно закончилось в теории. Появилась у них пудра, что-то типа, ну, чтобы вы так понимали, это что-то типа метеоритов, подсвечивающая пудра, которая называется Soft Glam Filter Powder. То есть у них вот эта вот серия, она относится, вот эти два продукта относятся к одной серии. Soft Glam Filter Fluid и Soft Glam Filter Powder. Но что я уже, по-моему, не раз упоминала на своем канале, почему вот эти все пудры делаются, ну, настолько светлыми. Это действительно подсвечивающая пудра, она такая мелкая, она очень мягкая, то есть одно удовольствие ее наносить, даже большой кистью. Но почему вот это что? Но почему такая светлая? Конечно, вы ее распределите, но все равно посмотрите, насколько она светлая. То есть это значит то, что уже круг использования сокращается. Вы не можете на смуглую кожу или после загара, но вы будете просто, ну, это будет выглядеть некрасиво. На мой взгляд, пудра такая должна быть или более темная, но опять-таки, чтобы подходила и светлая кожа, да, и загорелая. Но это слишком светлая, это подойдет только белоснежкам в теории. Либо на прозрачной базе вообще, чтобы была такая пудра. Но сам продукт действительно, ну, рабочий. Но для тех, кто любит легкое подсвечивание, наверное, это не подойдет, потому что пудра, если вы нанесете ее на лицо, достаточно сияющая. Это во-первых. И во-вторых, из-за своего светлого оттенка это сияние выглядит еще более сияющим. То есть, ну, прям иногда too much. То есть надо прям очень аккуратно наносить большой пушистой кистью. То есть вот этот продукт я бы, наверное, тоже не стала каждому рекомендовать, потому что этот продукт явно не для каждого. Почему? Уже объяснила. Хайлайт. Вот что я вам хочу посоветовать, наверное, и сказать. Не то, чтобы посоветовать, порекомендовать, присмотреться. И то, что мне самой очень понравилось, это хайлайтер, который у меня сегодня на лице. Я снимаю второе видео, поэтому, возможно, моя кожа уже чуть-чуть блестит. Это новый запуск, который называется Glow Lights. Хайлайтер 9,5 граммов. Оттенок у него Rosy Nude. Очень интересный хайлайтер. Во-первых, несколько цветов. Тут фиолетовый и такой бежевый. Когда вы наносите действительно бежево-розоватый какой-то оттенок, это плюс. И эффект от этого хайлайтера зеркально-влажная какая-то кожа. Очень красивый. Прям я действительно осталась довольна. Этот хайлайтер светлый, но не белый. Понравился. Вот для хайлайтера я такое понимаю. Возможно, кто-то будет использовать эту пудру как хайлайтер, без каких-либо блесток, потому что никаких блесток не видно. Но вот этот хайлайтер действительно осталась я довольна. У него немножко рыхлая текстура, да, такая, как это вам объяснить? Ну, то есть она не так сильно спрессована. Это мягкая текстура, рыхлая текстура, металлическая. И из-за этого очень красивый создается эффект на коже. Поэтому вдруг вы хотели или задумывались насчет вот этого выпуска хайлайтера, тогда я вам могу сказать, что действительно мне понравилось. Сейчас покажу еще одно средство и перейдем к средствам для губ. Я видела, что у Катрис выходит новая палетка теней. У них вышло несколько палеток теней, но вот это вот знаменитые их пятерки, типа Наташа Дуно на маленький мини. Я видела, и меня вообще никак это не покорило, и ни разу не впечатлило по фото, по промо. И я подумала, нет-нет-нет, ну, типа, ничего особенного, у меня достаточно теней. Но когда эта палетка появилась в магазине, и я пришла в магазин и увидела ее вживую, я тут же ее взяла. И она уже была тоже раскуплена, я, по-моему, последнюю забрала. Это фантастика. Катрис Браво. Действительно, за 5 евро это что-то удивительное. Конечно же, здесь весь смысл в ее спарклах и металликах. Это палетка под названием Wow in a Box Mini Eyeshadow Palette. И это действительно вау и оправдывает название. Здесь всего 4 грамма на 5 оттенков, ну, вообще не важно. Здесь один матовый цвет, персиковый. Жаль, что матовый, да, один. Я бы заменила вот этот вот бронзовый-коричневый цвет на еще один матовый, более нейтральный или холодный, да. Но что касается вот этих трех, вот этот оттенок меня не супер впечатлил. То есть это стандартный металлический бронзовый цвет с такими золотистыми блесточками внутри. Вообще ничего особенного, честно. Не впечатлил. Матовый здесь очень мягкий, хороший. Реально похож чем-то на Наташу Дунуну. Персиковый, очень теплый. Ну, такой прям рыженький, видите. Хотелось бы чего-то более спокойного из матовых. Ну, ладно. Ради вот этих трех оттенков, спарклов, не знаю, называйте как хотите, я бы уже купила эту палетку. Потому что 5 евро за такие потрясающие текстуры, за дуохромы. Начну вот с этого бронзового, не с бронзового, бежевого, где есть вкрапление жемчужного. О, боже, это так красиво, это так красиво. Конечно, покажу все поближе, но фантастический бежевый оттенок с этими жемчужными холодными блесточками внутри. Это очень красиво. Следующий оттенок, дуохром из розового в бежевый, вот этот вот светлый. Это очень красиво тоже, боже. Ну и самый красивый, это розовый, вот этот вот, он похож на Наташу Денону, вот этот вот фойл их, как вот оттенок их самый красивый посередине в новой палетке, забыла, как называется. В общем, такая текстура фойл. И это очень красивый цвет, очень. В общем, друзья, это фантастические просто тени за свою стоимость, естественно. Вообще ничего подобного у Катрис я еще не встречала. Особенно вот этот вот оттенок фойл, я не знаю, как он правильно называется в этой палетке, но будем его называть так. Вот этот оттенок фойл, вот эти хлопья, и вот этот оттенок тоже, и в общем, вот это более металлический, более такой гладкий, так сказать, а вот эти более с хлопьями оттенки. Потрясающе красиво, прям советую. Еще раз повторюсь, называется эта новая палетка Wow in a Box. А у Зо, здесь еще, возможно, появятся другие оттенки, потому что здесь стоит оттенок 010 Peach Perfect. Поэтому здесь столько теплых оттенков, за исключением вот этого коричневого, непонятно зачем, но ладно. Ну и несколько продуктов для губ. Я уже вам показала в предыдущем видео масло для губ. Оно не полупрозрачное, оно полностью прозрачное. Но это стандартное хорошее масло для губ, ничего особенного. Попробую еще, наверное, потом какой-то розовый купить. Ну, если будет, он тоже прозрачный, ну, да. Ничего особенного, реально хороший. Появился новый оттенок карандаша для губ, это Plumping Lip Liner, оттенок 069 Manhattan. Он сегодня у меня на губах по контуру коричневый, такой темный цвет. Очень трендовый, очень красивый и очень стойкий. Эти карандаши застывают и остаются стойкими на губах. Также бальзам, новый бальзам для губ, сияющий. Он называется Glitter Glam Glow Lip Balm, оттенок 010 Oh My Glitter. Такой вот яркий розовый. Его наносить только на центр, потому что он дает оттенок. Но он переливается и очень красиво смотрится. Он такой тентующий бальзам для губ. Но оформление я вам покажу поближе под искусственным освещением. Оформление, конечно, фантастика. Это больше декоративное средство, чем бальзам для губ, поэтому имейте в виду. Но я люблю такое смешивать как раз таки с подобными карандашами. Тогда получаются очень красивые, сочные губы. И последних два блеска. Появилось у них больше, но я взяла вот эти вот два. Вот этот синенький сегодня на мне. Это такие липпламперы. Вот этот синий пишет, что он отбеливает губы, зубы. Но ничего подобного. Мне кажется, что даже визуальный эффект он такой не создает. Я нанесла карандаш для губ, и он уже не оттирается. Все застыл. Нормальные. Но, честно, ничего особенного в этом синем я вообще не нашла. То есть тут блестки и все. А вот этот вот Glowy Plumper, он как раз таки как тинт, окрашивая, дает невероятно красивое глянцевое покрытие. Без блесток, он из серии Glow Boost. Такой вот розовенький, но он тинтует губы и становится более насыщенным розом. Друзья, вот такие вот новинки появились. Пишите, что бы вы хотели попробовать из нового ассортимента. Может быть, вы уже что-то приобрели. Будет интересно вас почитать. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. И всем пока-пока.